Приветствую вас! Ответ можно разделить на несколько частей, на две части, собственно говоря. Первую часть можно назвать объективной, она касается того, что вам делать во всей этой ситуации. Да, она касается того, как вам лучше поступить в том обстоятельстве, в котором вы оказались. А второй аспект моего ответа будет касаться той части объективной, в которой я постараюсь раскрыть внутренние ваши обстоятельства, которые привели к тому, что у вас возникла такая проблема. Дело в том, что если вы переживаете, если вы вроде как встречаетесь с дарним, встречаетесь вы уже долго, относительно больше полугода, и вы, как я понимаю, проводите какое-то время вместе, значит, у вас есть что-то общее, да, возможно, есть интим. Об этом вы не пишете правда, но это было бы полезно узнать. И, соответственно, вы имеете, как бы, право, по крайней мере, моральное право вы имеете. Ну, узнать у мужчины, почему он так себя ведет, если вас это беспокоит. То есть, если человеку нечего скрывать от вас, если человек, ну, скажем так, чист, да, перед вами, то я думаю, что он легко объяснит свое такое вот поведение. Вот. И если вам от этого, от того, что вы узнаете, чем продиктована реакция мужчины, если вам от этого станет легче, то, конечно, стоит задать вопрос. То есть, стоит спросить у мужчины, ну, вот просто озвучить ему ваши, ну, может быть, сомнения в себе, и сомнения в нем, может быть, переживание по поводу его отношения к вам и так далее. То есть, в этом, как таковом, плохого нет абсолютно ничего. То есть, абсолютно ничего плохого нет в том, если вы спросите у него, почему он так себя ведет. Другое дело, конечно, что вы сделаете от этого ответа, какой ответ вы хотели бы получить, что вы вкладываете в этот вопрос и так далее. Вот это, конечно, достаточно такой, знаете, важный момент, потому что, если вы будете, например, человека постоянно третировать этим, то есть, постоянно спрашивать хоть у него, вот, почему так, почему ты делаешь вот именно так, почему ты поступаешь, если вы будете постоянно ревновать, то ничего хорошего из этого не получится. То есть, еще раз, спросить вам можно у него. Спросить, как-нибудь, знаете, желательно, вот, спросить, когда вы будете вместе. То есть, именно, когда вы, вот, проводите выходные вместе, вот в этот момент вам лучше всего спросить у него, почему ли он так себя ведет. Про то, что увидит, предложение увидит, лучше не стоит говорить, потому что это уже слишком, как бы, ну, стоит, с претензиями к мужчине. А вот, уточнить, чем вызвано такое поведение, мужчина стоит. Дальше. Теперь, по поводу, пожалуй, объективных причин вашей ситуации. Теперь, пожалуй, по поводу того, что вы пишете вот относительно других обстоятельств. Вы пишете, что, вот вы, вот я прямо цитирую вас, у меня есть парень, встречаемся мы уже восемь месяцев. То есть, смотрите, вы пишете, встречаемся уже восемь месяцев. То есть, вы, как говорите, что, как говорится, вы даете понять, что время для вас прошло много. Времени для вас, как бы, проведенного в отношениях прошло много. Постоянно вместе не живем, мы проводим вместе. То есть, это значит, что вы хотели бы, скорее всего, вместе жить, но в силу ряда причин это не получается. Периодически у меня появляется чувство, что он встречается еще с другой девушкой. Вот давайте подумаем. Вот это вот ваше чувство, периодическое, которое возникает. Оно, вообще говоря, с чем связано? Что, вот что конкретно заставляет вас это чувство испытывать? Момент, вообще говоря, очень-очень важный. Потому что, если вы оперируете косвенными доказательствами и косвенными подтверждениями того, что ваш мужчина вам изменяет, то совершенно определенно, что ни к чему хорошему это не приведет. Косвенные доказательства не подтверждают измену вашего мужчины. Напротив, косвенные доказательства говорят о том, что вы определенные факторы, определенные обстоятельства воспринимаете в качестве угрозы себе. И из-за этого, из-за того, что вы воспринимаете как угрозу себе эти факторы, вы накручиваете себя. Вникает момент. Если вы думаете, что мужчина встречается с другой девочкой, значит, вы сомневаетесь в себе, сомневаетесь в том, что вы удовлетворяете целиком и полностью желание своего мужчины. Давайте подумаем. А с чем это может быть связано? Собственно, то, что вы сомневаетесь в том, что полностью удовлетворяете своего мужчину. С чем это может быть связано? Что заставляет вас думать о том, что вы, может быть, не во всем удовлетворяете вашего молодого человека? Есть ли что-то, что на это указывает или нет? Если есть, то, конечно, тут стоит постараться как-то ситуацию исправить. То есть, не ревновать мужчин, не устраивать каких-то сцен, ревности и так далее. А наоборот, постараться дать ему то, в чем он нуждается. Я имею в виду, в чем нуждается ваш мужчина. Чтобы, собственно говоря, нейтрализовать мотив для него, вынужденный мотив для него встречаться с другими девушками. Если вы полностью во всем его удовлетворяете, и он все равно будет встречаться с другими, значит, мужчина вас просто-напросто не очень-то сильно целяет. И тогда, если мужчина не очень сильно вас ценит, то на него и не стоит тратить ваше время. Но лучше будет, если вы поймете для себя, что измена мужчины, измена мужчины, это не ваша вина. Это не ваша проблема. Это проблема именно его. И если вы воспринимаете факт, возможный измена на свой счет, то значит, вами движет ваш страх. Вами движет ваши сомнения в том, что вы будете получать, например, то, что вы получаете сейчас, на данный момент, от этого мужчины для себя. То есть, вам движет страх потерять то, что вам нужно, страх то, что вы получаете от него. Значит, условно говоря, вы от мужчины своего в чем-то зависимы. Или вы сделали себя таковой, так, зависимой от него. И это так или иначе плохо. Вам нужно действительно подумать над тем, почему вы так переживаете по этому поводу. С чем это связано? Ну, я имею в виду, с чем связано то, что вы начали сомневаться в себе. Что заставляет вас сомневаться в себе? И вот, когда и если будет понятно, почему вы себя сомневаетесь, вы сможете организовать, скорректировать, построить свою деятельность так, чтобы повышать уверенность в себе. Чтобы нейтрализовывать те негативные моменты у вас, которые мешают вам нормально позиционировать себя в отношениях. Либо вы сами вырабатываете свое отношение к вашим недостаткам путем принятия части из них как продолжение ваших же достоинств. А другие недостатки вы оккупируете через построение определенной деятельности. Либо вы обращаетесь к психологу для работы уже с ним в этом направлении. Но если вы не будете более уверены в себе, то ревность в каждый концов может разручить ваши отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok